Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 751. События дня. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 53 стих. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Вот для чего причастие-то дается. Кто считает, как человек согрешил, и чтобы как-то поправиться, надо скорее бежать причащаться. Все на выворот. Наоборот, его близко нельзя допускать до этого. Это за 2 января 2018 года. Пишу. Мир тебе, Роман. Потеряевку. Мне нужно знать, сколько сейчас живых и целых голубей на доме, Володиным. Пересчитать можно днем, можно и ночью с фонариком. Но для этого нужно по лестнице подняться и увидеть всех, которые на переходных досках вверху сидят над головой. Белые и дикари, это нужно знать. Когда даете им корм, то оставшиеся там шелуху без зерен. Куда деваете? Нет ли на земле, на крыше там лежащего зерна? Не прогрызено ли было мышами и нет ли потери зерна? Оставшиеся без пшеницы отходы, там разные травные семена. Куда их деваете? Их было бы отдельно нужно в мешок и подвешивать там на крюк. Если было бы возможно, то эти отходы с Игорем, Барабаш, ко мне сюда переслать воробьям здешним. Зерно сыпать голубям не в труху, а уже в очищенный короб и кормушку. Смотреть ежедневно, чтобы у них был свежий снег в двух или трех тазиках на полу. По воскресенье после обеда, как из храма придете, выпускать их, открывать лаза, окошечко, знаешь как? Посмотри днем. На ночь обязательно закрыть, иначе сове будет простор и сожрет. Василий Лапкин с семьей выезжать должен к вам сегодня вечером. Иван Губанов. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Меня зовут Иван Иванович Губанов. Я из города Калуги. Продолжительное время смотрю ваши видеоролики. Нахожу в них много интересного и полезного для себя. Вышел на них случайно, можно сказать через голубей. Голубей держал, когда была возможность. Люблю эту птицу. Захожу в ютуб и смотрю голубятника, какие породы разводят. И увидел ваш ролик из потеряек, где вы показывали своих голубей. Вот так и узнал о вас и жителях этой интересной деревни. У вас был ролик о том, как пропадали голуби на второй голубятне, и вы долгое время не могли найти причину этого. Нашли или нет-то? Я так и ничего об этом не нашел, но у меня был случай совершенно похожий. Голуби боялись даже заходить на ночлег-то, а виной оказались обычные крысы. Съедали все, а оставались только перья. Я тогда потерял около семи штук, по-моему. Хотел давно вам об этом написать, но как-то постеснялся сразу. Я отвечаю, выходите по скайпу. Там и расскажу о трех своих голубятнях. Как пришлось спасать голубей. На трех разные причины. На всех трех. Колонок, кошка и крысы. Ну, спрашивайте по второй голубятне. Это Володин дом. Раньше был Калашниковский. Вот. И там очень хороший большой чердак. Высокий. Ну, голубятня. И вот приезжая голубей-то совсем мало. Что ж стало такое-то? Ну, там потемки в одном месте. Я сунулся туда. У-у-у. А там пера. Просто матрасы. Матрасы. Ну, я что сделать? Давай рассматривать, где. И увидел. Там, оказывается, дырочка есть. И туда кто-то залазит. Дырочка через не фронтон, а сбоку. Там подшито так. И дощечки то ли не было ее. Я сразу принес капканы обыкновенные. Ну, большие там, суслиные. На крыс. Капканы. Кажется, 22 капкана поставил. Везде все. Где-то. На пере, там, где-то. Ну, все. Проходит день-два ничего нет. И вдруг вопуль. С той стороны, оказывается, попала кошка. И она с капканом были за наружу и повисла на ноге. Вот это да. И оказалось, матушкина кошка-то. Мы ее не раз видели. И она повадилась туда. Я батюшка и сказал. Он говорит, о-о-о. Зимой она уходит, говорит, недели-две нету. Придет такая сытая. Где она питается зимой, не знаю. А вот теперь узнали. Мы давай ей ногу там смотреть. Переломили. Нет. Оказалось, еще висела на ноге и не переломили. Она небольшого роста. Сильная кошатница. Мы все закрыли. Для нее входа нет. Вот именно на второй, а на первой, которая была еще на балерине у меня раньше, там колонок забрался. У меня, кажется, шесть пород было. Там разные голубей. Виктор пришел утром, Савченко, усеяно весь пол, все лежат. Все до одного задушил. Ни одного живых не оставил. Он же не ел их, а просто душил и душил и душил. Он говорит, я даже заплакал. Такие были. Стрижовая у меня называется. Очень редкой породы. Все погибло. Ну, что сделаешь? Ничего не сделаешь. Уже прошедшее. А в Барнауле, а то у меня тут одна голубятня, на крыше тоже отделенное место. И прихожу. Такой породистый-породистый голубенок был. Долго я его ждал. Он появился. Прихожу. Однако Жура весь съеденный. Куда не посмотрю, ничего нет. Ну, я садил, а что-то залазит. Снаружи у меня высоко все это железом обито. По железу не залезет никто. Ну, я тогда один раз было такое. Капкан поставил. Ну, и он как бы в коробке скрытый, около дырочки-то. И рядом второй. И в оба капкана попал хорек, видно, залез. Так он там метался, бился, всю коробку в дребезги разнес, но не ушел. Вот. А тут я узнал, это крысы. Тоже крысы. Что делать-то? Ну, никак нельзя. Шифер, кривая, там, между досками пролезьте. Взял всех голубей, забрал и увез в Потеряевку. А здесь мы начали делать ремонт снова. И изнутри все сверху, снизу, сбоку, все железом покрыто. Как вот духовка. Привез обратно голубей, вот уже сейчас лет 10 и ни одного не теряется. Она по этой причине нету. Вот, конечно, это 150 километров было везти. Делать тебе нечего, мужик, на меня. Ну, что сделаешь? Нечего делать. Только этим и занимаюсь. Поставил ролики. Вчера из Киргизии приехал племянник Василий Лапкин с семьей. Новинки и новости. Три ролика получились. Арман Фроликов. Мир вам, Игнатий Тихонович, и вашим общинникам. У меня вопрос. Ответьте, пожалуйста. Если Иерей не просчитал разрешительную молитву над каявшимся и не покрывал голову каявшемуся, тогда грехи, в которых каявшийся покаялся перед Богом, слава ему, прощены им? Или они будут прощены им каявшимся только тогда, когда Иерей отпустит грехи? И утвердительно отвечать по конкретному случаю может только тот, кому принесено покаяние, то есть Бог. Однако, согласно Слову Божию, определенно указано идти на исповедь к священнику, и он властью данной ему от Бога разрешает от грехов. Матфея 3,6. И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Не стыдись исповедовать грехи твои, и не удерживайся течения реки. Не удерживай. Левитам 4,20. И так очистит их священник, и прощено будет им. Иоанна 20,23. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Но если нет священника, не по нашей вине, тогда Господь сам прощает, как первый священник. Плащ Еремея 3,39. Зачем сетует человек, живущий? Всякий сетует на грехи свои. Исход 33,19. И сказал Господь, я проведу перед тобой всю славу мою, и провозглашу имя Еговы перед тобою. И кого помиловать, помилую. Кого пожалеть, пожалею. И Евреям 5,4. И никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя. Исайя 44,22. И сглажу беззаконие твое, как туман, и грехи твое, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Роман Малыш пишет. Белых 26, черных 4. Все, Екатерина Тинникова. Мир вам, Игнатий Тихонович. Это все за вчерашний день. Прошу вашего совета. Часто люди, с которыми я работаю и общаюсь, говорят, что я слишком часто говорю словами священного писания, и они говорят, что это выглядит неестественно, потому что у меня нет своего личного мнения, что нужно иметь свое мнение, а не говорить словами святой Библии. Как мне поступить? Может, действительно не надо говорить словами Библии с людьми, которым оно не является авторитетом, или нет? Люби к нему. Отвечай. Никогда и никого по этому вопросу не слушай. Лучше всего нам пояснит эту ситуацию сам Иисус. Когда приступил с искушением к нему сатана, то Христос не сказал ни одного слова от себя, но на все три мировых искушения отвечал тремя местами из книг священного писания. Самый святой, самому грешному. Слова из святой Библии имеют некую особую сакральную силу, так что твердыни врага рушатся, о чем весь Псалом 118. Прочти его еще раз и увидишь, что на 176 стихов в этом Псалме скрытое слово Библии, там устав, закон, там фигурирует 185 раз. Потому лучше книжная мудрость, чем самобытная глупость. Мне пришлось быть среди уголовников в непереполненных камерах. И уже на второй день их главари спрашивали, как по тому или иному вопросу написано в моей книге, то есть святой Библии, вот здесь по тому, отдельно. Ну и, значит, я сказать-то сказал, а теперь нужно это подтверждение человеку. Он говорит, а где я видел это? 18.11 притч. «Имя Господа крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Башня крепкая. Псалом 137.2. «Поклоняюсь перед святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возделичил слово твое превыше всякого имени твоего». Слово Божие превыше всякого имени. Значит, отвечать местами Писания. Если знаешь, конечно, точно. И никого больше не слушай. «Добрый вечер. Как никогда прошу молитвы за моего папу». Это одна с Украины тут есть такая, Виктория. «Болящего раба Божия Петра. Просто умоляю». Три восклицательные. «Сегодня узнали, что у него злокачественная опухоль в головном мозге 5 на 6 сантиметров и растет очень быстро. Врачи сказали, что ему осталось жить максимум месяц-полтора. Все в шоке. Не знаем, что делать. Собираемся ехать на Украину, но еще нет ни паспортов, ничего. Для его лечения нужно очень много денег. Если даже и лечить, то проживет максимум 2 года. Спасибо». Я отвечаю. «Сейчас же становимся на молитву. И вы тоже. Деньги сберегите. Отцу это нисколько не поможет. Ехать туда не нужно. Похоронят и без вас. У меня отец умер в Киргизии. Я не смог поехать. Дочери все пятеро угроба были. Не за чем ехать. Александр Матвеев. Уважаемый Игнатий Тихонович. Мир вам. Хочу спросить вас насчет десятинной церкви. Одна прихожанка, работающая бухгалтером церкви, сказала мне, что покупая свечи и другой товар в церковной лавке, а также подавая записки оплаченные, мы тем самым уже и платим десятину. Вот она работница. Она там работает. Иначе ее выгонят. Вот она проповедует. А что? Мамону Вильзевуловича. И чем больше мы покупаем, тем больше мы отдаем денег церкви. И тем самым можем, даже платим, может, и больше десятины. Таким образом получается, еще не получается, что платите, воруете там, что лавка в церкви – это хорошо. А Христос выгнал из храма тех, кто торговал голубями и миновщиков денег. То есть тех, кто торговал для себя, для собственной машины, но не тех, кто продает для нужд храма. Ага. Значит, все бедные, батюшка бедный. Никто на машинах, там прихожан не давит, пьяный не бывает. Ответьте, пожалуйста, идет ли в уплату десятину покупка свечей и прочего товара? Нет, это идет лукавому. Христос изгнал. Так и знал то, что по его повелению, валы. Так это не в храме было, а там, во дворе, все храмом называлось. Это не в всемом же храме быки-то стояли-то. Идет ли в уплату десятина покупка свечей, каких вонючих, не восковых и прочего товара? Ну, прочего-то, что значит прочего? Там всякие обереги и чего только нет. То есть все не христово, не евангельское. Торговля запрещена, и при том канонами, даже в церковной ограде, чтобы не торговали. Если ответите не здесь, мне лично, а в каком-нибудь ролике, то хотя бы скиньте ссылку, чтобы я не пропустил, случайно послушал. И послушал. Мне это важно, ведь таким образом пытаются оправдать торговлю в храмах. Я отвечаю, это все, что говорят люди от Лукавого. Десятина должна быть отдана, а торговля не изничтожена. Прочтите вот этот материал из нашей книги «К истинному православию». Божие храмы и торговля несовместимы. Книга «К истинному православию», страница 294. Я почти 40 лет собирал материал для этой книги. Там все отвечено, все. И крещение, и покаяние, и бродобритие, винопитие, обжорство. Все. Притом все по четырем параметрам. Что говорит Святая Библия с неканоническими книгами? Что говорит толкование святых отцов по трологии Миниу? 300 томов. Что говорят жития святых? 1173 биографии. И что говорят каноны церкви? Каноны 719 правил. Ну а дальше где это написано? О Десятине на нашем форуме. Торговля в храме на нашем форуме. Вот Десятина. Священник на сельском приходе. Россия. Ну и дальше вот все. Я стихотворение у меня есть такое напротив каждой строчки. Библия. Писание. Десятину Бог установил. Многим Десятина неизвестна. Автор у нее Эммануил. Со священством повенчал невесту. Все, что удается нам добыть, с потом заработать, прикарманить. Верная, свободная. Рабы. Обратите на нее внимание. Все обязаны святую Десятину в церковь принести, отдать священству. А иначе Бог тебя покинет. Святотатцам нет пред Богом места. Иегова обещает много с неба изобилия послать. Десятину не кради у Бога. Милости получишь без числа. Так, одна десятая всего, то, чего коснулись десять пальцев, что отмерил разумом, ногой, изначально к нашему прижалась. Эту красоту излишек счастья. Савоов на время нам вручил. Освятить твое десятое счастье. К милостыне с детства приучить. Не смотри, что в храме есть достаток. Покорись смиренно перед словом. С неворованным и солнцу статку сладок. Послушание ляжет в изголовье. Десятина уберет торговлю. Установит в храмах тишину. Приноси ее по доброй воле. Приучи к тому детей, жену. Десятина чудная картина. Гармоничность, чинность, высота. Без нее мы все под карантином у разрушенного жадностью моста. 26 июня 2003 года. Рахиль Загиддулина. Родной отче, не надо об этом. Живите долго для нас. Это у меня прощание со всеми. Если что-то как-то не попал в какой-то материал, надо забрать еще. Борис, 1952. Сегодня. Здравствуйте, уважаемый Игнатий Тихонович. Спасибо, что добавили меня в свои контакты. Для меня это важно. Так как я теперь смогу с вами пообщаться, конечно, если вы согласитесь. Большую часть своей жизни я прожил, не зная Бога. 28 лет прослужил в органах МВД. Дослужился до больших щенов, но удовлетворения от этого никакого. Слава Всевышнему, что он коснулся меня грешного. Я принял православную веру со всей душою. Но, как говорится в Священном Писании, «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его». Пророк Амос, 8 глава, 11-12 стих. Обращаясь к священникам за разъяснением, изучением Священного Писания, не получаешь того, что жаждет душа. Как только речь заходит о Библии, сразу вопрос, а вы не свидетели Иеговы? Покажите, носите ли вы крест. Очень надеюсь, что вы выделите немного времени, чтобы пообщаться со мной. Еще раз выражаю вам благодарность. С уважением к вам, Борис Семенович. Я отвечаю, «Сначала напишите внизу в скайпе, смогу ли я принять, так как приходится сейчас отключаться на работу. Принять могу от 4 до 16 по Москве». Ну, то есть 4 до 4. У нас все записывается, выставляется в интернет. Поэтому никаких тайных личного, личного, ничего. У вас и у меня обязательно должны быть глазок веб-камера. Если кому наши условия такие не подходят, они таятся и боятся, то просим таких нас не беспокоить, не принимаем. Только напишите сразу, кто вы, имя, фамилия, место и чего хотели бы. Прошу не чаще, чем один раз в день заходить на страницу скайпа, вбрасывать материалы. Раздаются звуки в виде кваканья, отвлекают от работы. Он сразу же ответил, «Я, Михайленко Борис Семенович, родился 15 июня 1952 года, Красноярский край, Саянский район, поселок Тугач. В данный момент живу на Украине, Донецкая область, город Бахмут. В 15 километрах от нашего Бахмута проводится так называемая антитеррористическая операция, а точнее, братоубийственная война. Цель моя знакомства с вами – слушать умных людей, искать ответы на интересующие меня духовные вопросы. Секретов-то у меня нет, только у меня вопрос. Что вы имели в виду? Личного – ничего. Личного – ничего. Я отвечаю, то, чего человек не хочет, чтобы другие знали. Мы ничего не вырезаем и не монтируем, а выставляем для пользы пришедших к нам в гости. Все, как есть. А если человек что-то прящет, а потом заклинает и выставляет на общее обозрение, то зачем мне это? Серахов 8.21 При чужом не делай тайного, ибо не знаешь, что он сделает. Серахов 28.16 Открывающий тайны потерял доверие и не найдет друга по душе своей. 28.18 А если откроешь тайны его, не гонись больше за ним. Он ушел, как серно. Из рук ловящего. Серахов 28.23 Но кто открыл тайны, тот потерял надежду на примирение. Можете уже сегодня зайти в 5.30 по Москве. Борис, спасибо вам за добрые слова, за возможность пообщаться. Спасибо вас, Христос! Роман пишет. Я просил Василия, это я ему пишу, сходить на все пруды и проверить обстановку. Если возможно, то заснять и мне скинуть. На первом мостике течет ли вода через дорогу и подо льдом, или сверху намораживает, что уже хуже. И шлюз, и поднятие воды везде. И на втором мостике, с той стороны, где дамба сходит на нет, на дорогу, в сторону Корщина, где самый низкий уровень дамбы, и где более всего возможно протекание и прорыв. Сходите с Василием или один, одни, у кого есть фотоаппарат и видео. Малыш, Роман, какой прорыв, до паводков еще далеко. Я отвечаю, вот и надо предусмотреть, предвидеть, а не по уголькам ходить. Роман, чтобы предвидеть, нужно голос Бога научиться слышать, а не полагаться на свой падший ум. Вот видите, тоже о чем душа у него заботится. Есть такой батюшка Геннадий Заридзе, бывший ученый, с 80-х годов священник, считает лекции по семинариям. Так он говорит, что каким был гениальным человек ни был, по сравнению с православным нашим Адамом, он скудаумен. Если бы Адама проверить на энцефалографии, прибор показал бы активность мозга 100%. Мозг у современного среднего интеллектуала показывает активность 3%. Ну, допустим, у гения 10% в самом лучшем случае по сравнению с правоцем, это мизер. Вот почему нам не нужно быть уверенными до конца, сколько противоречий информации вокруг. Помолись, православный христианин, спроси у Бога. Если мы, будучи злые, делаем добро, неужели Отец Небесный не откроет нам истину? В истории православия есть случаи, когда остановились на пост трехдневный, молились, тянулись жребий, или как-то еще. Ну, нельзя же было быть таким упертым-то, опираясь на свой падший разум. Прошу прощения, никого конкретно не имел в виду, инструкция для всех. Я пишу Сергею Евтушенко. Вы про нас не забыли? Мир вам! Жду и другие века. Он по житиям работает. Сергей Евтушенко. Нет, не забыл. Игнатий Тихонович. Вот сегодня как раз закончил пятый век. Каталог обновлен, нумерация проверена и сверена с залитыми видео. То есть, он пришел 1173 жития, но более 300 уже были поставлены. Ему надо сейчас их все вычленить, и чтобы не повторять-то, и не пропустить. Ну, я показываю, где. Он говорит. Это он говорит. Я говорю, когда мой Бог открыл мне свое слово в 1962 году, 27 сентября в 17.00, то Он же дал мне такую ревность и жажду слышать только Слово Божие, Слово живого Бога и Святой Библии. И для меня исчезли все разговоры. Бывало, хозяин, где я получил Святую Библию, и приедут, то есть друзей-то, и они меня зовут на беседу. Нет, мне сейчас не до этого. У меня иное задание – познать волю моего Создателя. И в таком напряжении прожил доброе десятилетие, пока познание забрежило. Когда устроился на работу, на стройке, то сразу разузнал, где тут поблизости от моей работы живут верующие. И стал в обеденный перерыв с часовой, ходить к ним. Бывало, хозяйка спросит, там обедали? Право дело. Точно-то и сказать не могу. Приду быстро в Святую Библию в руки, а сесть негде. Я ложусь на пол-то и считаю, а их ребятишки по мне ползают. И вот пришло воскресенье. Я взял Святую Библию и ушел в лес. Там распада, князинка. Чтобы не тратить время на возвращение туда-сюда, не ходить, залез на березу и из ветвей сплел гнездо. Обнял ствол-то и там спал. А утром прохладно стало. Смотрю, в низинке туман, мелкие березки, елки. И я на березе со Святой Библией. Да такую-то картину просто так и не изобразить. Невозможно. И когда на меня кто-то нападает, я всегда вспоминаю милости Божьи и подумаю о нападающих на меня. Разве у них было такое? Вот они и не познали истинной радости. Вот они и мучим бесам зависти и клеветы, духом тьмы и слабости уловлены. 55 лет живу в этом чудном свете Святой Библии по толкованию святых отцов Вселенской Церкви. Мне всегда хорошо и на душе радость. Потому и всем советую нигде в диспутах до времени не участвовать, хотя бы лет 10 после обращения. И обязательно иметь толкование на Новый Завет. Так что лучше отойти от скайповских перекидок мнениями. Тут часто выступают и лгут еретики, и слабоверящие. Зачем вам? Сие говорю вам полюбик вам. Поэтому всякие разные беседы, тем более в интернете, отнимают много времени, напечатание. Сейчас слишком большая утрата. У вас же сейчас есть такое чудо-сокровище. Познавайте их скорее. Нужно отойти сразу и твердо удержаться от разных бесед, часто с теми, кто знает меньше вас и тянет на себя. Я Романа отвечаю. Вот. Ну-ка, про голубей тут говорил уже. Андрей Андреев зашел и говорит. Здравствуйте, а как можно к вам поселиться и жить с вами? Отвечаю. Столько людей сегодня возвращается в Россию, которые хотели бы обрести для себя и своих детей именно такую общину дружину и даже пытались где-то это создать, но у них не получилось. Просим сообщить людям через газету, через службу. Далее считайте. Какие постройки, что у нас уже сделано. Вот все говорится с нами, как сообщать. Затормозите, все запишите. Ну, а потом по Терявке проживало около 200 человек в планках. Сейчас что это делается? Вот как. Вот на этом все. Как говорю, так, все зависит от милости Божьей, нашего послушания Божьим заповедям, от благоразумия власть придержащих России края района сельсовета. Если Господь не созиждит дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. То есть ни полиция, ни сигнализация не помогут. На сегодня это все. Все власть сельсовета. Продолжение следует...